Всем привет! Пеку калабрийскую лепешку. Традиционно печется на дрожжах. Я пеку на закваске. Но очень вкусная. Делюсь рецептом. Достала из холодильника закваску. Это мой стартер. Здесь у меня грамм 50-60. Последний раз я кормила ее дня 4 назад. Обязательно закваску нужно перемешать. И далее часть моего стартера я буду использовать для опары. В миску выкладываю 2 столовые ложки закваски стартера. Стартер у меня 100% влажности. Это значит, что кормлю я его одинаковым весовым количеством муки и воды. 2 столовые ложки закваски 100% влажности. Это примерно 30 грамм. Добавляю 100 миллилитров воды. Вода у меня не кипяченые из фильтра комнатной температуры. И добавляю 100 грамм пшеничной муки. У меня мука первого сорта. Все перемешиваю. Особо можно не стараться. Главное, чтобы не оставалось сухой муки. Примерно получается вот такая консистенция. Тесто накрываю и оставляю здесь же на рабочем столе для созревания часов на 8-12. Оставшуюся закваску я сразу же кормлю. Обязательно использую весы. Примерно я использовала 30 грамм закваски. Подкармливать ее буду из расчета 15 миллилитров воды и 15 грамм муки. Можно подкормить из расчета 30 миллилитров воды и 30 грамм муки. Можно 60 миллилитров воды и 60 грамм муки. Но мне совсем не хочется, чтобы у меня накапливалось много закваски, поэтому я использую именно первый вариант. После того, как добавила муку и воду, я все хорошо перемешиваю. Баночку неплотно накрываю крышкой. Оставляю в таком положении минут на 30-60 при комнатной температуре. Затем крышку плотно закрываю, закручиваю и отправляю закваску на хранение в холодильник. Закваска опара созревала у меня часов 10. Она находится на пике своего созревания. Пышная, вся в пузырьках. Очень приятно пахнет. По крайней мере, мне очень нравится аромат закваски на пике ее созревания. Всю закваску опару выкладываю в большую миску. Добавляю 300 миллилитров воды. Перемешиваю, чтобы посмотреть, как опара держится на поверхности воды. Если не держится, значит опара недостаточно созрела и на ней совершенно бесполезно замешивать тесто. Оно не поднимется. Добавляю 2 столовые ложки растительного масла, 400 грамм просеянной пшеничной муки. У меня мука первого сорта. Добавляю 10 грамм соли. Замешиваю тесто вручную. Сначала при помощи лопатки. Когда лопаткой становится сложно перемешивать тесто, перехожу на замес теста вручную. Это тесто высокой влажности, примерно 80 процентов. Долго замешивать я его не буду. Главное довести тесто до однородной консистенции. Развивать клейковину теста, укреплять его каркас, я буду при помощи обминок через каждые 30 минут. При помощи лопатки собираю тесто в комочек, накрываю тесто и оставляю его на 30 минут. Через 30 минут буду делать первую обминку. Сразу ставьте рядом с тестом чашечку с водой. Тесто очень жидкое и обминку нужно делать только влажными руками. В противном случае тесто будет очень сильно прилипать к рукам. Вам придется его просто отдирать от рук. Вытягиваю тесто и складываю его к середине. После каждого такого действия руку обязательно смачиваю. При каждой обминке делаем минимум 4 складывания. Тесто накрываю и оставляю на 30 минут. Это у меня уже будет четвертая обминка. Предыдущие две я не снимала, поскольку я показала, как это делать при первой обминке. Повторюсь, обминки нужно делать через каждые 30 минут. После трех обминок структура теста изменилась, оно стало более упругим и теперь можно перейти к обминкам другого способа. Не обязательно менять способ обминки. Можно делать так же, как я и показала первый раз. Просто я хочу показать, насколько поменялась структура теста, что теперь его можно просто вот так поднять в середине. Оно под своим весом растягивается и складывается пополам. Это можно делать только тогда, когда клейкайвина теста достаточно хорошо разовьется. Если вы попробуете это сделать изначально при первой обминке, то у вас ничего не получится. Попробуйте, чтобы убедиться в этом на практике. Вот этот тоже хороший способ обминки теста. Мне он очень нравится, потому что приятно, когда у тебя в руках такое послушное, упругое, некапризное, эластичное тесто. Делаем эту процедуру раза 4 и сразу замечаем, как тесто стало более упругим. Тесто накрываем и оставляем еще на 30 минут. Обминки можно делать до 5 раз, возможно и более. У меня всего 5 обминок. После последней обминки я дала тесту отдохнуть минут 40, а затем отправила его на расстойку в холодильник на всю ночь. Тесто простояло у меня в холодильнике часов 10. Я его достала и еще два часа оно простояло у меня при комнатной температуре. Вот так оно выглядит. Очень сильно увеличилось в объеме. Вот такое пузырчатое. Выкладываю тесто на рабочую поверхность, которую щедро обсыпалось и малиной. Это манная крупа из твердых сортов пшеницы. Именно ее используют в Италии, когда пекут калабрийскую лепешку. Я тесту не помогаю, жду, когда оно вывалится само. Ну вот, тесто благополучно выложилось на рабочую поверхность. На стенках миски совсем немного осталось прилипшегося теста. Я его, конечно, соскребаю со стенок и выкладываю к основному тесту. При помощи скребка собираю края теста к середине. Хочу собрать его в колобок. Собрала тесто в колобок и теперь его нужно разделить на две равные части. Каждую часть округляю. Главное на тесто сильно не давить, чтобы не выпустить из него накопившийся газ. Одну часть теста убираю в сторонку. Вторую часть теста перекладываю на пергамент. Пергамент я сразу выложила в форму, в которой буду печь эту лепешку. Хотя удобнее было бы потом перетянуть пергамент с заготовкой на форме, либо на противень. Тесто очень мягкое, поэтому просто руками растягиваем его в большую плоскую лепешку. Скалка тут и не нужна, можно только повредить ею структуру теста. В середине лепешки делаю отверстие. Классическая калабрийская лепешка. Она выглядит как пончик с отверстием посередине. Сформовала вот такую лепешку с отверстием посередине и теперь буду выкладывать на заготовку помидоры. Они у меня консервированные, я их измельчила. Можно выкладывать свежие помидоры. Поверх томатов выкладываю нарезанный брусочками сыр. Все это присыпаю пармезаном. Понятно, что не у всех сейчас есть пармезан. Мне просто с пармезаном повезло, привезли из Испании. Но вместо пармезана можно натереть любой сыр, даже такой же сыр, который вы выложили брусочками. Чем больше сыра, тем вкуснее будет калабрийская лепешка. Обязательно присыпаю все это базиликом, розмарином. У меня сушеные, но вкуснее, если это будет свежее все. И далее я еще выкладываю сосиски, тоже нарезанные брусочками. Поскольку у нас дома не все едят сосиски, поскольку не считают, что в них есть натуральное мясо. Я выкладываю сосиски только наполовину лепешки. Иногда очень хочется советскую сосисочку, но где же ее взять? И теперь самое сложное. Мне нужно сделать такую же лепешку и положить поверх этой. Снимать я этот процесс уже не буду. Выкладываю вторую заготовку поверх первой. Это не просто, но у меня все получилось. Это потому, что я уже не первый раз пеку такую лепешку. Первый раз все было гораздо сложнее. Нужно хорошо закрепить шов, чтобы тесто не разошлось во время выпечки и по краям и посередине. Желательно края лепешки еще подоткнуть под низ, чтобы быть уверены, что тесто не разойдется во время выпечки. И чтобы не перепутать половину с сосисками и без сосисок, ту половину, где сосиски, я присыпаю паприкой, сладким болгарским перцем. Заготовку накрываем и даю ей постоять минут 30. Через 30 минут прохожусь пальцами по тесту, делая углубление. Отправляю заготовку на выпечку в разогретую духовку до 210 градусов по минут на 30. По температуре и времени ориентируйтесь на своей духовке. Даю лепешки немножко остудиться. Затем выкладываю на доску или на доску. Специально посмотрела в словаре Ожегова правильно и так и так. И разрезаю на порционные кусочки. Я уже говорила, что пеку эту лепешку не первый раз, но первый раз пеку с использованием семолины. Ранее использовала рисовую муку, кукурузную муку, смесь рисовой и пшеничной. И с семолиной мне понравилось меньше всего. Мне показалось, что семолина дает чересчур жесткую корочку. Выбор за вами, но хочу сказать вам, что это очень вкусная выпечка, поэтому и пекла я ее уже неоднократно по просьбам моей семьи. Попробуйте, рекомендую. Всем пока, до новых роликов!